Всем привет! С вами Светлана Бугела и добро пожаловать на мой канал! Сегодня вас ждет красивый осенний макияж с новой коллекцией. В своем предыдущем видео я сделала полный детальный обзор новинок осень-зима 2019. Если вдруг вы его еще не успели посмотреть, ставьте это видео на паузу и обязательно посмотрите сначала обзор новинок. Если вы посмотрите обзор, вам будет сразу же все понятно, какие новинки, какие текстуры, какие сводчи, потому что я все продемонстрировала в этом обзоре. Я показала несколько экспресс макияжей, они были ускоренные, быстрые, просто для того, чтобы у вас сложилось общее впечатление. Конечно же, для вас, кого было мало, вы попросили больше макияжей с детальным описанием каждого действия, с детальной демонстрацией каждого шага нанесения. И сегодня именно это я и сделаю. Для начала я выровняю тон с помощью сияющей тональной основы в оттенке Beige C110. C означает cold, холодный потом. Буду я наносить новую тональную основу с помощью новой кисти. Тоже уверена, что вы посмотрели уже детальный обзор тональных основ, полностью с ними ознакомились и понимаете, о чем речь. Если нет, обязательно это сделайте. Я наношу эту тональную основу с помощью кисти, потому что мне кажется, что это самая лучшая кисть для тональной основы, которая у нас когда-либо была. Все мои клиенты и консультанты приобретают новую тональную основу в комплекте с новой кистью, для того, чтобы создавать действительно новый эффект на коже. Эффект baby face, потому что новая кисть, она обладает такими уникальными щетинками и у нее такая уникальная сборка, что она прямо зашлифовывает кожу, делает ее ровненькой, минимизирует все шероховатости на поверхности и делает процесс нанесения тона профессиональным, то есть прямо у себя за туалетным столиком вы можете чувствовать себя настоящим пейзажистом, потому что эта кисть очень простая в применении. Поверьте, даже если вы никогда в жизни не пользовались никаким гаджетом для нанесения тональной основы, вы справитесь с этой кистью, потому что она просто элементарна в применении. Тональную основу мы наносим массажными линиями и также вы можете круговыми движениями подшлифовывать тон. Посмотрите, как идеально выравнивается тон кожи. Кожа выглядит ровной, гладенькой, сияющей. Я очень люблю этот глянцевый эффект на коже, потому что осень-зима это время сухости, а сухость, как мы с вами знаем, всегда добавляет возраст. На коже иногда есть какие-то шелушения у женщин. У меня этих шелушений нет, потому что я очень интенсивно за кожей ухаживаю, всегда делаю пилинги, маски, и поэтому в принципе моя кожа напитана, ухожена, и все равно мне хочется, чтобы она выглядела еще более увлажненной, потому что эта увлажненность, она как раз и отвечает за молодость кожи. Теперь я нанесу маскирующее средство в оттенке Deep Ivory. Сегодня я буду работать только одной кисточкой. Мне очень нравится, как она справляется с любыми задачами касательно коррекции лица. Маскирующее средство прекрасно перекрывает венки, синячки, пигментацию, делает взгляд ясным, чистым и свежим. Думаю, что на камеру вы видите разницу. Теперь я беру хайлайтер Fluid в золотистом оттенке Golden Horizont и немножечко подсвечу все наступающие участки. И опять же, я продолжаю работать этой же кистью. Я наношу хайлайтер очень легкими движениями. Вообще абсолютно не нажимаю на кисть, а еле-еле касаюсь. Очень хорошо распределяется продукт, появляется красивая золотинка. Кожа выглядит еще более трендовым, свежим. И мне нравится, когда в осеннем макияже присутствует золото, потому что осень это золотая пора. Под бровь. Немножечко носик, галочка над верхней губой и также совсем немножечко центр клуба для того, чтобы создать красивый светлый блик, который будет визуально вытягивать мне лицо по вертикали. Теперь я беру флюид в оттенке светлая бронза и проработаю скулы. Сделаю личико более рельефным. Мне не хочется использовать сейчас никакие сухие продукты, потому что все-таки это влажное сияние. Не хочется забить, перекрыть и перегрузить макияж лица. Очень красиво смотрится светлая бронза, опять же в осеннем макияже, потому что она добавляет свежести, структуры. И при этом абсолютно не создает эффекта перекрашенного лица. Не забываем корректировать и остальные участки лица, потому что если вы оставите только на щеках бронзу, то она будет смотреться как пятно, а нам нужно, чтобы она гармонично вписалась в овал лица. Я думаю, что вы уже поняли, что данная кисть абсолютно универсальна. Мы уже нанесли ей тональную основу, маскирующие средства, хайлайтер, бронзер. И видите, все очень красиво видно. На кисти фактически вообще нет продукта, она сухая. То есть она не съедает продукт, а наоборот экономит вам средство. Это очень и очень важно. Теперь я беру кисть-лопаточку и оттенок теней Rose Gold, розовое золото. И прорабатываю внутреннюю часть подвижного века. Это очень красивый оттенок, я очень люблю его. Этот оттенок у нас есть в украинском отделении в регулярной линии, и я считаю его абсолютно базовым. Он будет очень классно смотреться с моей сияющей коррекцией лица. И я прям хорошо-хорошо, плотненько наношу его на внутренний уголочек подвижного века. И конечно же на нижнее веко я дублирую точно так же. Причем я не мельчу с рисунком, а наношу достаточно таким широким слоем, чтобы у меня была в итоге гармоничная форма глаза. Убираю остатки и набираю оттенок калибри. Кто смотрел мой обзор новинок, уже понял, что это очень красивый туохромный оттенок, который отливает им каким-то легким лиловым оттенком и с легкой зеленцой. Он очень красиво смотрится в осенних макияжах и очень классно сочетается с оттенком розовое золото. Я сейчас наношу достаточно плотно и потом пустой кистью и я подшлифую края. Растушевываем мы обязательно движениями вверх для того, чтобы приподнять уголок глаза, не создать контрастных границ и увести этот оттенок в легкую дымку. Внешний угол глаза мы растушевываем по направлению к брови, чтобы не завалить эту направляющую макияжа. И просто вот хорошенечко-хорошенечко распределяем продукт. Посмотрите, как красиво и просто эти тени растушевываются. И сразу же видно, насколько макияж глаз стал более мягкий по сравнению с этим глазиком. Здесь мы делаем то же самое. Перекрываем глаз и движениями вверх хорошо все растушевываем. Теперь мне понадобится базовый матовый оттенок Бисквит. И я уже добавляю его в область под бровь, внутренний уголочек глаза и свожу на нет растушевку оттенка теней Калибри. Видите, с помощью Бисквита мы очень хорошо оформляем границы, подчищаем края и делаем наш макияж идеальным, ровненьким и чистеньким. Теперь для того, чтобы сделать макияж более четким, более контрастным, я воспользуюсь кистью для бровей и стрелок. И немножечко, буквально во внешний уголочек ресничного ряда я добавлю черные тени из этой же палеточки. Эти тени есть в регулярной линии, поэтому, если у вас до сих пор нет черных теней, у вас они должны появиться, потому что без черных теней невозможно сделать красивый, такой прям более насыщенный, контрастный макияж. Совсем немного у внешнего угла. Прям вы прикасаетесь к ресничкам, для того, чтобы не переборщить с пигментом, и он был только-только как межресничная стрелочка. Видите, когда вы добавляете в такие дымчатые какие-то, дуохромные оттенки черный, он собирает весь рисунок воедино. Теперь мне понадобится черный карандаш, и я немножечко усилю внутренний уголочек глаза, то есть я прокрашиваю межресничную стрелку. Посмотрите, как круто смотрится межресничная стрелка, как она делает разрез глаз более четким, и я очень люблю этот прием для того, чтобы углубить макияж, добавить ему контрастности, но при этом не переакцентировать на стрелку, потому что когда вы пытаетесь нарисовать маленькую стрелку, она всегда превращается в большую, ну, по крайней мере, так происходит у меня. И потом вся эта красота растушевки, она теряется, потому что черный это самый контрастный оттенок, и, конечно же, он привлекает на себя все внимание. Если вам хочется сделать макияж еще более глубоким, тогда прокрасьте и нижнюю слизистую. Я оставлю только верхнюю и прокрашу ресницы. Тушь я использую Lush Intensity. Лесницы в этом макияже нужны очень густо прокрашены, для того, чтобы они выглядели бархатными, и очень красиво завершали наш макияж глаз. Мне кажется, что получился крутой макияж, он очень чувственный, элегантный, выразительный, но при этом максимально простой. Мы использовали всего лишь три оттенка теней. Это розовое золото, калибри и бисквит. Всего лишь две кисти для макияжа, ну, или три, но в основном я весь макияж делала одной лопаточкой, просто добавляла акценты. Черный карандаш и черная тушь. Попробуйте, у вас обязательно получится этот макияж. Это прекрасный вариант и коктейльного образа, и вечернего образа. Если вы его обыграете с глубоким макияжем губ, то это, конечно же, получится вечерний образ. Если завершите блеском, получится более легкий, непринужденный. Но однозначно этот макияж выглядит европейским. Он выглядит стильным, не перегруженным и очень-очень трендовым. Но для того, чтобы этот макияж выглядел гармоничным, я должна оформить брови. Для начала я обязательно их укладываю и хорошо прочесываю. Для того, чтобы видеть, где есть пробелы, какая форма бровей, чтобы не перерисовать брови, а сделать их такими воздушными, трендовыми. Но эта кисть у меня в черных тенях, как вы помните. Поэтому я беру кисть из предыдущей коллекции для бровей. И оттенок теней лесной орех. Это мой любимый оттенок теней для макияжа бровей. Я уже давно делала себе коррекцию окрашивания бровей. Поэтому бровки выглядят пустоватыми. И чтобы заполнить все пробелы, я обязательно наношу тени. Также я могла бы воспользоваться просто тентом для бровей, прокрасить их. Но все-таки у меня такой выразительный, насыщенный макияж глаз, что мне хотелось бы воспользоваться тенями. Тень и лесной орех очень красивый базовый оттенок макияжа. Его прекрасно можно использовать и в дневном макияже глаз, и в макияже бровей. Особенно если вы блондинка, как и я, это будет ваш любимый оттенок. Если у вас более насыщенный оттенок волос, тогда просто микшируйте эспрессо и лесной орех. Если вы брюнетка, тогда используйте оттенок теней эспрессо. Ну, либо просто подберите себе правильный карандаш для бровей. Теперь я немножечко добавлю свежести с помощью нежный румянец, потому что я добавила скульптуру, но свежесть никто не отменял. И я всегда, в любом случае, добавляю легкий персиковый румянец. В данном случае я наношу румяно-нежный румянец. Вы заметили, что я не закрепляла макияж лица пудрой. Если для вас это слишком сияющий глянцевый эффект, вы просто берете прозрачную пудру и все между собой легонечко растушевываете. Я хотела сделать модно, поэтому не использовала пудру. Вы делайте так, как вам удобно, красиво будет и так, и так. Ну и теперь макияж губ. И я хочу напомнить вам о стике для контура и упругости губ. Это уходовое средство, которое наносится перед помадой, либо перед плеском, является прекрасной базой для макияжа губ, которая выравнивает поверхность губ, заполняет все морщиночки, делает губки ровненькими, гладенькими, предотвращает появление возрастных морщинок, насколько это возможно, и продлевает стойкость любого декоративного продукта, будь это помада или блеск. Так, тоненьким слоем, в качестве подложечки, я наношу этот стик. У многих его нет, многие о нем не знают, многие о нем забыли. Я очень рекомендую его использовать регулярно и постоянно, потому что он действительно творит чудеса. И макияж губ я сделаю просто блеском для губ в оттенке лате. Мне кажется, что это идеальное завершение для дневного макияжа. Блеск в оттенке лате один из моих самых любимых. Я его обожаю и летом, и зимой, и осенью, в общем, в любое время года, под любой случай, он смотрится роскошно, благородно. И мне кажется, что он реально идеально дополняет этот образ. Если бы я воспользовалась новой губной помадой, пряная гвоздика тоже было бы очень красиво. Но у меня получился бы вечерний макияж. А так как у меня сейчас день, и я нахожусь в офисе, буду встречаться с людьми, это будет выглядеть немного странно. Оттенок модный там, мне кажется, не подойдет в этот макияж, потому что он будет смотреться слишком бледно. И несмотря на то, что лате это тоже оттенок блеска, который лишен каких-то ярких пигментов, но за счет своей глянцевой текстуры, он классно вписывается в этот образ. Глянцевая кожа, такой слегка влажный, тонный макияж глаз, и все это вместе стильно, модно, очень круто, очень просто. Если у вас, например, нет в арсенале оттенка теней калибри, и вы не хотите приобретать всю новую палетку, вы можете заменить калибри оттенком гранит. Тоже получится очень красиво. Я надеюсь, что вам этот урок понравился, что макияж вам пришелся по душе. А с вами была Светлана Мугела. Огромное спасибо, что смотрите. И пока!